19 марта 2011 года латвийская адвокатура отметит свое 90-летие. Главная задача адвоката всегда была, есть и будет своими знаниями и опытом помогать тем, кто обратился за помощью. А главным принципом деятельности остается презумпция невиновности подзащитного. К своему юбилею Совет присяжных адвокатов Латвии накопил не только немало успехов, оправдательных приговоров и выигранных дел, но также и проблем. Несмотря на то, что уже прошло более 20 лет независимой Латвии, за это время меньше становится понятий института следствий, прокуратуры о том, какие же функции выполняет адвокат. Недавно мы получили запрос от следственных органов, чтобы адвокаты дали следующую информацию следственным органам, с кем они заключили номер соглашения. Данные о клиенте, то есть фамилии, имя, отчество и так далее, которые, такие информации вообще нельзя запрашивать от адвоката. Это запрещает закон об адвокатуре. Права на защиту конфиденциальных сведений закреплены и в статьях 121 и 122 закона об уголовном процессе. Однако следственные органы нередко игнорируют эти положения закона, нарушая тем самым права подозреваемого. Тогда ненужный адвокат, если не будет конфиденциальности, тогда кто к нам придет, не можем выполнять функции защиты. Это самое главное. От Сената Верховного Суда Латвии Совет присяжных адвокатов получил разъяснение, которые подтверждают право защитников получать от следственных органов сведения по делу своих подзащитных. Но работники полиции и прокуратуры по-прежнему оставляют без внимания законные запросы адвокатов. В конечном счете это затрудняет принятие обоснованного приговора при рассмотрении дела в суде. Также этому не способствуют изменения о законодательстве об отмене института понятых и практике направления дел на дополнительное расследование. Майя Снежко, адвоката с более чем 30-летним стажем, в первую очередь волнует безграмотность населения относительно своих прав при возбуждении уголовного дела. В качестве подозреваемого или другого лица вы вправе пользоваться помощью адвоката, требовать, чтобы работники полиции, прокуратуры, суда обеспечили вам эту возможность. Существует такое мнение, что если у человека нет денег, то адвокат для него недоступен. Это неправда, это неправильное понятие. Государство обеспечивает защиту адвоката каждому желающему. Даже при написании объяснения, даже при каком-то допросе вы заявляете такое ходатайство, вам предоставляется список адвокатов, вы можете заключить соглашение с любым из них или назначается государственная защита. Право на бесплатную помощь адвоката государство предоставляет только подозреваемому лицу. Свидетель, обращаясь к защитнику, сам оплачивает его услуги. Чтобы облегчить задачу защиты, к адвокату следует обращаться как можно скорее, в начале возбуждения уголовного дела. К юбилею адвокатуры будет издана книга «Адвокаты Латвии» 1945-2010. В нее войдут именно тех, кто долгие годы отдал делу защиты законных прав своих подопечных.